всем привет это линуксовые фишечки и сегодня будем разбирать как бэкапить volume докера эта задача не сразу понятно как делать потому что в интернете если ты будешь гуглить то как бы но супер такого очевидного способа нет да если я добавлю если я напишу докер volume backup и зайду на первый пост стек оверфлоу вот то я увижу здесь очень длинный пост и честно говоря не совсем понятны какие-то баш скрипты и так далее вот кажется что все должно должно быть гораздо проще да вот и она в общем то проще просто чтобы напомнить тебе что в докере есть два типа волюмов это mount point да когда ты просто мы пишем директорию на хосте на директорию контейнере да вот и и выглядит это значит вот таким образом да когда ты пишешь папка на папку да вот и он видит эту папку вот а еще есть еще есть named volumes да вот эти вот волюмы которые ты называешь здесь да и они она значит потом подключаются просто по имени ну вот и как бы вот вопрос в том как как бы копить и где вообще эти данные хранятся то есть может возникнуть такая история что ты просто этого не понимаешь и поэтому ты докеру не доверяешь как бы да вот но на самом деле все там четко сейчас я тебе покажу для этого нам потребуется всего лишь всего лишь два поста которых я нашел в интернете не сразу вот и как раз таки автор этого поста он 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 пишет тоже что что я абсолютно думаю что он искал метод как бы копить волюмы да и не нашел стандартного пути но официальная документация как бы тоже это не очень хорошо документирует вот и оказалось что это просто это всего лишь две команды вот этих которые мы сейчас тобой протестим и попутно разберемся еще где вообще хранятся данные волюма вот для этого мы возьмем другой пост вот мне понравился тоже мужичок он правда очень агрессивно продает ссдшки ну точнее виртуальные машины с ссдшкой вот но тем не менее контент у него бодрый а значит у него мы воспользуемся до значит то тем кто тем как создать волюм для начала вот у меня установлен докер докер ps вот я только что все стер могу тебе показать я нашел супер файл который называется армагеддон тут но это две башовые функции которые убивают все вообще что есть у тебя связанного с докером ну грубо говоря как докер систем прун на самом деле может это они нет он здесь тоже прун запускает ну да бог с ним вот значит мы создаем с тобой волю которую мы назовем my wall вот он написал создалась теперь докер а значит волюм лс и вот он говорит что здесь есть волюм вот и теперь да ты можешь написать докер волюм инспект и майвол и здесь тебе выведется папочка mount point это та папка на твоей машине на хосте на вот этом да не внутри контейнера где будет храниться дата где будут храниться данные которые попадут волюм вот но давай а значит сохраним это он точнее но что-то волюм вот положим для этого мы возьмем здесь и значит создадим ну пускай будет контейнер 2 вот только мы создадим не убунту а альпайн альпайн я напишу latest как мне правда писали как-то раз комментах что френд до френдс don't let friends use latest вот мне это понравилось я согласен что так и нужно всегда писать в рабочих проектах версию но в игровых мы проектах пишем latest и не паримся так вот он у меня скачался вот и вот эта вот штука да вот эти флаги докера ты помнишь они его запустили мне в d touch моде до докер значит докер что я пишу докер ps чтобы убедиться что контейнер запущен да вот замечательно соответственно я я могу этот контейнер зайти до написать вот как он здесь пишет он него заходит контейнер от touch я зашел туда и а значит я создан там файлик просто тестовый файлик заодно воспользуюсь горячей кнопкой из прошлого урока control плюс а начало строка я поприветствую себя hello глеб from a docker volume так и выйду отсюда с помощью control d кстати я не упомянул прошлое видео control плюс d из терминал выходи это как бы да ты отключаешься от других терминалов вот но теперь если я напишу докер ps у меня контейнер этот ранится перестал потому что потому что я к нему приоттачился вот этой вот командой да и как бы после того как я вышел он прекратил свое существование то есть если бы я хотел туда зайти и выйти то я бы использовал докер экзек до внутри и там бы в нем сидел то есть так тоже естественно можно вот теперь что теперь да если я этот контейнер снова подниму сейчас и даже если я вот смотри его сейчас как сделаю я сейчас этот контейнер удалю докер контейнер pls а он у меня его и нету короче я его создаю еще раз докер контейнер 2 я не понял почему его не вывел мне он в контейнерах ну бог с ним мы создадим значит мысль а вот я щас как сделаю смотри бум control u control k докер рм контейнер 2 вот я его удалил как бы вот и все и теперь я его еще раз подниму чик вот и теперь если я туда опять зайду докер оттач контейнер 2 ты и зайду вот в эту папку да где она там кат да то я получу это значит то что у меня был то есть данные у меня в порядке я опять отсюда выхожу control плюс d из терминал выходи и теперь я я тебе покажу да помнишь я тебе обещал показать где лежит вот эта штука то есть если я сюда сейчас зайду cd так мне не разрешат и даже если я напишу значит если я напишу суда даже то все равно значит все равно у меня не получится мне лучше всего сделать сюда ай чтобы переключиться в рута и здесь зайти вот в эту папку и теперь я могу увидеть что вот она там лежит вот эта дата которая потом служит волюмом кат дата текст и вот то есть так это работает файлы хранятся на локальной машине вот в этой папочке и по моему круто так теперь значит control плюс d из рута выходи значит вышли и теперь что нужно теперь нужно забыкать теперь мы идем второй пост и копируем первую команду вот и у тебя до первый инстинкт у тебя может быть скопировать ее сюда и начать ее редактировать здесь но это очень геморно поэтому лучше сразу сделай файлик вим назови это бэк бэкап сэйч и вставь ее сюда и здесь уже редактирует gg в начале слова строки перейти дальше видишь я просто путешествую с помощью вимовских кнопочек здесь я пишу my wall вот и значит здесь что происходит здесь нам нужно вот ну как бы согласно этому посту нам нужно здесь поменять вот сам волюм на имя волюма и дальше здесь поменять единственное сам аркайв да на какое-то свое имя ну давай это и сделаем значит перейти перейти в конец строки я сейчас делаю это с помощью знака доллар так почему-то он не перешел что-то со мной сюда что-то не так сегодня со мной по словам я переключаюсь и здесь я напишу глеб просто и сохраню теперь я напишу сэйч бэкап сэш что-то произошло теперь если я пойду в папку тмп cd тмп лс то я увижу что у меня здесь появился архив глеб вот значит и теперь да как раз таки давай представим что у нас произошел арм тот самый армагеддон cd я пишу сэйч армагеддон то есть мы сейчас удаляем все то есть представьте все все сломалось все что связано с докером все ушло да все у нас теперь если я напишу докер волюм докер волюм лс то у меня не будет ни одной волюма если я запишу тот если я запущу тут контейнер 2 я его найду сейчас в истории да вот и он не может даже значит но он не нашел эти штуки вот и он кстати сейчас посмотрим докер волюм лс он создал этот волюм да но в нем как бы ничего нет сейчас мы туда зайдем в этот контейнер докер attach attach контейнер 2 попробуем зайти в эту папочку где она вот она и ничего не будет естественно выходим и теперь настало время забыкапиться вот я прочитал в одном в одной статье что до тех пор пока ты хотя бы один раз не забыкапился да то есть не научился восстанавливать то у тебя бы капа нет то есть когда ты что-то бы капишь сначала ну нужно сразу же пытаться это бы капить я напишу restore восстановить они магазин с айфоном и здесь то же самое сам волюм я ее ну я ее забыкаплю в май волюм и значит здесь у меня мой архив да где он он у меня называется глеб да вот сейчас я туда доеду как и вот так точнее даже я доеду совершенно спокойно глеб ой я нажимаю вот так вот you это отмена глеб . shift zz и и и и запускаю restore так что-то произошло теперь давай снова поднимем этот контейнер он меня попросите удалить окей докер контейнер рм контейнер 2 так докер оттач контейнер 2 и папочку и поздравляю наши данные восстановились то есть теперь ты знаешь да что значит первое именованный волюм да это не какая-то супер магическая вещь которая да вот он вот его который здесь докер композе обозначается которая хранится где-то в недрах докера да она ну она хранится но она как бы манаджериться докеровским демоном да но она существует виде обычных файлов вот то есть ее можешь ну в целом даже ну бы копить не используя вот эти скрипты да хотя они как бы ну они грамотные и кстати я здесь не пояснил что происходит то есть здесь чтобы забыкапить этот волюм здесь создается промежуточный контейнер до который потом который сразу же удаляется то есть к нему как бы и к нему маунтится существующий волюм из него значит делается архив вот это так техника такая вот здесь происходит примерно то же самое только в обратную сторону вот то есть теперь ты как бы не боишься волюмов ты знаешь где они хранят данные и ты знаешь как их бы капить вот я наверное даже в этот раз первый единственный раз да я приложу ссылку на вот этот туториал в описании потому что я его нашел не с первых кликов не с первых и заходов в гугле have fun